Да, Виталий, привет. Здорово. Здравствуй. Вот, хочу тебе интервью дать, да и чтобы люди не гадали, не думали, кто такой, почему я взялся помогать детям, для чего это нужно, из чего это все, в принципе, началось. Я тебе сейчас расскажу от 96-го года, по сути, и, ну, можно сказать, по сегодняшний день. Хорошо. Давай. Да. Ну, смотри. Я Степанов Роман Васильевич. Родился 1970-й год. Родился я в Белгородской области, город Губкин. Мать меня с сестрой, когда родила, она родила еще пятерых. Меня очень тяжело болел в детстве, и она с сестрой забрала, меня оставила. Боялась, что она меня не выходила. Но, слава богу, я до десяти, наверное, лет не ходил. У меня в ногах какую-то капельницу внутреннюю ставили, я тогда не ходил. Я даже не знаю, что за болезнь была, но отходил. А потом я выясняю, что мать, у меня родня была такая небедная, она в Сибири жила, может, и живет, не знаю. И она им сказала, что меня похоронила, они хотели, хотели прийти на кладбище, посмотреть, где я похоронен, меня любили, понимаешь. А она забыла, где похоронила. Ну, это понятно. Она бухала, вот, соответственно, она умерла потом от пьянки. Брат у меня пьет, вот. Ну, ничего, в родне ничего хорошего. Я и они, это небо и земля, по сути, понимаешь. Они пьют, занимаются брудом, ничего хорошего в жизни не сделали, ни брат, ни села стараюсь, понимаешь. Вот. Меня сдали в дом ребенка, в Новая школа. Я какое-то время там побыл, в дом ребенка, потом меня переправили в Борисовку. Там детский дом для, ну, очень детский дом для детей-сирот. Потом приехала туда комиссия, ну, они, они же выбирают, если кто там читать умеет, читать умеет, образованный более-менее. То они тогда по другим детским домам перенаправляют. И вот приехали, обратили на меня внимание, я там на все вопросы ответил, там, математику сдал, все сдал. Меня переправили в Новоскольский детский дом. Мне было тогда лет так, чтобы не соврать, 96-х год. Ну, лет 12 или 11, не помню. И тогда, а у нас в детском доме ребята делились на банды. Ну, ты понимаешь, да? Угу. Ну, они ходили в городе, бомбили городских бабушек, дедушек, отнимали деньги по магазинам, лазили там, что-то тырили, воровали. Ну, ну, представь, 96-й год. Тогда все было не очень, скажем, хорошо и сладко. Ну, а я потом, а, не, меня привезли туда не в 11 лет, меня привезли туда в 8 лет. Я сразу как-то отвалился от всех этих банд. Я был сам по себе. У нас была нянечка такая, Алина Степановна, никогда ее не забуду. И она меня пригласила, говорит, пошли в церковь, в Пасха, туда-сюда. Ну, я пошел. И мне церковь понравилась, батюшку понравилась. Меня научили молиться, креститься, все такое. И с тех пор я начал прознавать Бога, понимаешь? Мои товарищи, дедомовские, это не воспринимали. Ну, там были всякие побои. Ну, сам понимаешь, что такое дедом. Избиения всякие, там, заставляли ходить по магазинам попрошайничать, не только меня и других ребят, а заставляли сотрудники. Там у нас качедарка была, ну, спецхозы, там, мужики на спецхозе, кто там среди кормил, кто там улицы дворником подметал, кто строллером был. Но мужики были жесткие. И они нас, пацанов, шпендики, мы тогда шпендики были, заставляли ходить в магазин попрошайничать на самогон, там, на водку. Если не приносишь, там у нас был такой Степан Филиппович, мужик злобный. И он с трактора доставал трос и избивал, если что-то кто-то не приносил, понимаешь? Бил жестко. Вот, ну, время шло, мы росли. И я начал обращать внимание, что оборудовывают детей под продуктом питания. И если где-то в городе что-то пропадало, особенно когда у нас тонна сахара пропала, повесили на ребят, на нас. Ну, на детдомовских же проще повесить, правильно? Ясно. Да, ну, приходили там милиция, полиция, на то время милиция, сейчас полиция. Пытались дивана свешить, но, слава богу, не удавалось. Я подходил к директору, объяснял так и так, почему сотрудники ваши позволяют избивать ребят, заставляют попрошайничать для них на водку, на самогон. Он типа разберемся, разберемся, а сам потакал. И давал понять мужикам, что вот этому товарищу надо закрыть рот, он лезет не туда, куда нужно. Потом я начал обращать внимание, что когда привозили подарки, там, подарки, вещи, ну, для детей, директор, директор Мураимов Александр Иванович Завуч, тупиков Владимир Иванович, они это все хапали себе домой, воровали жестко, понимаешь? Детям практически ничего не доставалось, а доставались только оборванки всякие. Ну, и повара, конечно, продукты таскали, там, воровство было конкретно жесткое. Вот, я единственный, кто мог сказать против, что вот, я единственный, кто возмущался, я единственный, кому не нравилось, что воровывают детей. А таким детям было плевать, они, во-первых, боялись сотрудников, они боялись, что их будут избивать, опять же, там, издеваться над ними, ну, и все такое. Опять же, время шло, мы росли. Потом я уже с этим смирился, по ушам получал постоянно, потому что я единственный, кто пытался заступаться за детей, кто пытался препятствовать, там, воровство всего всякого, там, подарки нам спонсоры привозили, мы этого, по сути, не видели. С кухней все тащилось, с моски дорогостоящих, которые нам привозили, и все тащилось. Солхоз Бондарева, там была такая Валентина, не помню ее же отчество, тоже там таскала, машинами увозили оттуда, всего и муку, и подарки, и продукты, все тащили. Потом там начали строить новый детский дом. А этот детский дом, финансы проходили через директора, Моргимова, Александра Ивановича. И там также очень все плотно ворвали, мебель, твои материалы, даже бюджет пилили. Понимаешь? Ну, я еще был маленький, я тогда не понимал, что такое бюджет, это я сейчас понимаю. Ты понимаешь меня, Виталий? Понимаю. И потом я обратил внимание, что из детского дома почему-то пачканные детей увозят. Ну, я думал, ну куда? Ну, в училище, в колледж. Обычно, когда дети выпускаются, их куда-то должны направлять. А на самом деле, там все проще. В этом детском доме работала Нарыкова Галина Ивановна. Ее отец был председателем колхоза. Она в детском доме была социальным педагогом. Она обязана была находить родителей, и она обязана была ребят, детей ставить на жилищную, квартирную очередь. Но вместо этого они на детей, детям присваивали плохие характеристики. Ну, что он там, кидается, что-то ломает, бесит, головой в стенку бьется. Ну, любые, в общем, плохие слова. Директор на основании характеристики, вызывая психиатров, ставили диагноз олигофрении стадии дебильности. Понимаешь? А суды уже детей пачками признавали недееспособными и отправляли психинтернат. Борисовский психинтернат и Грайворонский психинтернат в Белгородской области. А я на то время подружился с одной девочкой. Звали ее Климова, Татьяна. Климова, Татьяна. И когда ее отправили, я на это рассказывал. Я поехал до губернатора, мне подсказали, как туда доехать. Мне тогда было лет 13-14, что-то такое. Я поймал его у входа, сказал так и так, почему детей отправляют в психушке, почему их не направляют на училище, а откуда вы знаете, достоверная информация, потому что дети, ребята, им удалось написать нам письмо в детский дом. И это случайным образом письмо попало ко мне. Но самое характерное, отравили также психушку, мою девочку, девчонку, с которой я планировал, когда мы выйдем из детского дома, создам семью. Он говорит, да не волнуйтесь, разберемся, туда-сюда молодцы, что нам сказали, такое быть не должно, мы разберемся. Потом 5-й отдел подъезжает, после того, как губернатор зашел к себе, меня забрали к себе в отдел в Белгороде, прикрывали к наручникам, к батарее, кинули на меня матрас, начали бить топором, только другие с другой стороной. Потом отрезали от наручников, я в стороне был, в меня бросали 2-3 литровой бутылки воды, куда попадет, туда и попадет. И предупредили, еще будешь лезть туда, куда не нужно, ты отсюда живой не уйдешь вообще, тебя не найдут. Был и не будет. Поверь, возможностей хватит. Они дали понять, что куда ты лезешь, тут все схвачено, тут все повязано, ты ничего не сделаешь. Там был такой мент, более-менее дееспособный, когда я выполз на коленях на улицу, он ко мне подосовит, ну ты пойми, ты ничего не сделаешь. Тут все в связке. Губернатор в курсах, что происходит. Главы в курсах, ну главы районов. Директора в связке, психиатра в связке, судья в связке. Это все надо бить через Москву, по-другому никак. Потом я выпустился из детдома, это Новоскольский детский дом, там много беспределов было, очень много. И меня направили в Ютановское, ПТУ. Меня побоялись, так как и других детей, отправлять в психушку, потому что они понимали, что я много начинал понимать. То есть другие боялись, а я не боялся. Понимаешь? Ну, я приехал в Ютановское ПТУ, но я все-таки волновался за эту девчонку, и я потихоньку начал копать. Ну, по-своему, по-пацански. Не как политик, понимаешь? Не как какой-либо чиновник. Ну, что мне там тогда было 17 практически лет. Ты понимаешь мне, Виталь, да? Да, понимаю. Приехал в это ПТУ, вот, полгода там отучился, потом начал писать, ну, там, обращения, жалобы в Москву. Соответственно, никуда ничего не доходило, все возвращалось. Ко мне в ПТУ подошел вот того директора, не помню, как его звать. Ну, в общем, он подошел и говорит, тебе квартиру должны дать, тебе надо срочно лечь в больнице. А для чего? Ну, пройти все анализы, рентген туда-сюда. Ну, я сдал анализы, но я тогда реально не понимал, для чего это готовить. А эта схема следующая. Меня положили в труп сельдиспанковых, в труп больницы сначала, пояснив, что у меня открытая форма туберкулеза. Но когда человек болеет туберкулезом, он теряет вес, правильно? Угу. Он кашляет, особенно кровью, если это распад легких. Ну, в общем, все симптомы должны быть, что у меня туберкулез, а симптомов нет. И я позвонил знакомым, она говорит, а приедь-ка ты в Новоосково в больницу, а я-то был в Волоконовке в больнице, мы тебе рентген сделаем. Ну, я сделал рентген, и там показалось, что легкие чистые. А я по своей дурости, глупости приехал в Волоконовку, ну, где учился, на столе Рапчуровода, и говорю, а с чего вы взяли, что у меня туберкулез? Как? Мы сделали обследование, что-то. Я говорю, а вот у меня снимок, я сделал, и там нету ничего, легкие, чистые. С чего вы взяли, что вы, ой, давайте разберемся, видимо, что-то ошибочка вышла. Вам надо сейчас лечь, вы чистите из-за туберкулезной Волоконовской больницы, чтобы вас не искали, вам надо сейчас здесь находиться. Вы на уколах. Я говорю, я вам еще раз объясняю, какие уколы, если я не болен. Вы не понимаете, это, видимо, там ошибка вышла, наши аппараты не могут ошибиться. Ну, ладно, меня начали уговаривать, хорошо, а то квартиру не получишь, а тебе квартиру больному человеку не дадут, тебе надо подлечиться. Ну, приехал я в Волоконовку, согласился, месяца три лежал, пичкали меня таблетками, уколами какими-то. Ну, все умрут люди там же, в больнице, где я лежал. А я не то, что симптомы плохие, у меня вес нормальный был, кашля не было, ноль, ничего, понимаешь? Они понимали, что я не болен, но меня все равно пичкали. А потом ко мне приехал директор этого ПТУ, говорит, завтра к тебе приедут, вот уже ордер зато выписывают на квартиру, будь на месте, и завтра тебе будут торжественно вручать квартиру. Ну, я же обрадовался, думал, действительно, наконец-то, мучения закончились, все такое. Да не тут-то было. Приехало три сотрудника полиции, пришла заведующая туберкулезного отделения, меня давай крутить, ну, конечно, я одному, это в челюсть дал, зубы вылил, одному менту. А сорвался, вырвался от них, ну, это жуть тогда была, понимаешь, просто жуть. Побежал до главы района, так и так, почему такой беспредел происходит, а что такое, так-так-так-так. Сейчас я быстро разберусь, он звонит тем же ментам, менты приезжают до главы района, а я как дурак, в приемной сижу, с душу, он решит все положительно, понимаешь? меня на наручники, руки назад, как тюремщика, как зэка, машину кидают, и повезли, у нас в Белгородской области есть такой туб психдиспансер, то есть для тех людей, которые не хотят лечиться от туберкулеза, типа, понимаешь? Меня привезли в эту психушку, по сути, приколали, завязали руки-ноги голой сетке, вот, ну, там уже прошли другие старости, начали закалывать, меня кинули в ту комнату, где люди лежали с распадом легких, а не легкие просто выплевывали, понимаешь? И меня туда же потом кинули, чтобы я заразился, цель была, чтобы я заразился туберкулезом, и в этой больнице, и чтобы меня и похоронили, понимаешь? Я там пробыл полгода, это был ад полный, я видел, как там людей убивают, я видел, как там людей из-за квартир хоронят, по сути, живьем, то есть приезжали родственники в эту психушку, а у них там были там, ну, их нет, кто сын, кто отец, понимаешь? и они с главврачом договаривались, главврач делает так, что больные умирают, а квартиры достаются родственникам, а главврач был на доле, понимаешь? Это Ваульский район, Белгородская область, поселок всего Мандерва, но там ужасная такая клиника была, и я увидел, что там бьют больных, издеваются, измывают, головы сетки привязывают, там куча всего было, и так же начал там заступаться до этих больных, начал возмущать, у меня на уковы, на аминозиды, на головы Передова посадили, там куча всего было, потом мне удалось написать письмо одной хорошей знакомой, давней-давней знакомой, это Александровна Галина Анатольевна, верующий человек, очень порядочная женщина, мне повезло, что это письмо не перехватили, а я написал, когда приедете, она меня искала, она меня из виду потеряла, мы с ней дружили, хорошо, тут бац, и я исчез, а когда к ней пришло письмо, ее реанимации откачивало, она не поверила, что я в такие передряги попал, понимаешь, ты же меня слышишь? Слышу, слышу, кошмар, да, и она представилась с журналистом, приехала, подняла бучу, вот, ну, конечно, там все испугались, меня выпустили, я приехал в Белгород, познакомился, есть у нас там такое выведение, гостелерадио, Белгородское гостелерадио, там была такая журналист, Башлинова, Диана Федоровна, мне подсказали, что она честная, порядочная, неподкупная, я к ней приехал, встретились, рассказал все, от нуля, все как было, а у нее были врачи в областной больнице, ее друзья, знакомые, я поехал в эту больницу, сдал кровь, сдал мочу, сдал кал, сделал рентген, и врач вынес решение, что я туберкулезом вообще не болел ни при каких обстоятельствах, это все было просто спланировано для того, чтобы меня убрать как свидетеля, потому что я сунул нос не туда, куда нужно, то есть, в квартирные дела, в те схемы, на которых зарабатывали деньги, на сиротах, потом чиновники узнали, что я сделал независимую экспертизу, и я не болен, я пояснил, это моя ошибка была, что я подаю на вас всех в суд, но только не здесь, а в Москве, я привлеку следственный комитет, я ваш беспредел, вы за свой беспредел ответите, недолго думая, меня забрали, привезли, скажем так, в комитет соцзащиты области, а там руководитель был Гетманский, Василий Дохарович, он сейчас на пенсии, оттуда сфабриковали быстро документы, они, сирот, обычно признавали недееспособными, а меня недееспособным признавать было, не было времени, ты понимаешь? Вот, и машины меня увезли селком в тот психинтернат, в котором находились все те сироты, которых нашего детского дома направляли, понимаешь? Это Борисовский психинтернат, Белгородская область, меня привезли, кинули в карцер, в карцере я был две недели, меня привязали к головой сетке, была шоковая терапия, что это значит? Подключали груди, ногам и к рукам, такие, знаешь, как кардиограмму делают, только это была не шоковая терапия, на протяжении четырех дней была шоковая терапия, 220 вольт подключали под меня, понимаешь? но по 15 секунд, понимаешь? Вот, обеды, ужин и завтраки приносили, в одну миску все сливали, вот, допустим, каша на ужин, они туда кидают хлеб, масло, чай, как свиньи, и подают. На обед первое, второе, третье все в одну миску сливали, то есть задача была ихняя, чтобы меня свести с ума, чтобы я стал дурачком, понимаешь? Вот, а там, было два больных, ну там комната была такая, проходная, так вот эти двое больных, один, другого, насиловал за кусок хлеба, понимаешь? Ну это, видимо, было для того сделано, чтобы мою психику сломать, чтобы я это видел, понимаешь? Суть в чем. Вот, ну приходили санитары, соответственно, пока там голые сетки был привязан, там били дубинками, там все такое. Потом пришла одна медсестра, порядочная женщина, ее звать Екатерина, никогда я не забуду. Она типа пришла мне таблетки давать, а меня закалывали аминозином, голоперидолами, всякими психотропами, таблетками, но я их не пил, я их убивал, но когда они уходили, я делал вид, что я поглотаю их. Она говорит, Роман, я в курсе, что вы непростой человек, что вы боретесь за детей и сирот, и все, что с вами происходит, это не просто так. Приезжали люди в костюмах к директору этой психушке, и задача была поставлена так, этот человек отсюда выйти живым не должен. Что хотите делать? Если хотите удержаться на этом месте, этого человека минимум через месяц быть не должно. Или он должен быть просто конченый дурак, просто он должен с ума сойти, или несчастный случай. И она пришла ко мне и говорит, Ром, я за тебя, но сделать ничего не могу, я подневольный человек. Я советую тебе, вот смотри, что больные делают, что там орут, на стену лезут, прикинься дураком, сделай вид, что они уже сделали тебя дураком, притворись. Это твое спасение. Понимаешь, Виталь? Угу. Мне пришлось срывать матрас, там, в последние, ну, когда меня отвязали, там, в соседней койке был матрас, подушка. Мне пришлось кричать, самому, что ж на это говорить, понимаешь? Ну, надо было сделать вид, что я сумасшедший, понимаешь? Я сам по себе не актер, но когда захочешь жить, играть приходится, понимаешь? Действительно. Пришли врачи, пришло консилиум, и они поверили в то, что я действительно дурачок. Меня выпустили оттуда, в общий, уже ко всем дурачкам туда, с изолятора, понимаешь? Я познакомился, там есть такой Вова Литвинов, хороший парень. Я нашел всех хирот, всех, кто из нашего детского дома. Я увидел, что там есть зубная поликлиника, она в то время была. Пациентам зубы не лечили, но приходили из города, за деньги лечили зубы, за деньги лечили глаза, там был свой глазник, понимаешь? там была своя пекарня, хлеб пекли и продавали, на людях зарабатывали деньги, там были случаи, если кто-то что-то возмущался, санитары заставляли двух больных, дурачков, убирать тот, кто возмущался по каким-то мотивам, раз-два от батареи и все, он мертвец, понимаешь? И на моих глазах там в год, считай, умирало просто так, за то, что-то требовали свое, 50-60 человек, ни от болезни, ни от чего, просто или головой от батареи, или какой-либо несчастный случай, понимаешь? И я понял, я понял, какая схема в этой Белгородской области стоит. Это просто, не передать словами, что я там видел. Закалывали людей, обкалывали, избивали, издевались, убивали, хоронили прям по над стенами, там психушки, вот, допустим, ну, вот эти плиты, ну, чтобы не перебраться в селезу, ты понимаешь, да? Ну, забор. А по над забором ямы перекопаны все, а в этих ямах люди похоронены, понимаешь? Это для того, чтобы ни следствия, ни полиция, никто не узнали о том, что там убивают людей только за то, что они за справедливость, там что-то пытаются препятствовать, понимаешь? Продукты также воровали, вещи воровали, больным пенсии не доплачивали, там полный криминал был, по всем вариантам. И когда я эту схему все прочухал, все, что там происходит, как туда дети попадают, как им роты закрывают, как над людьми издевают, и как их убивают, там есть отдельное кладбище, там чисто похоронены те люди, те ребята, которые попадали в эту психушку необоснованно, хотя они нормальные люди. Это со всей области представлено, туда помещали людей, то есть детьми, но они уже многие взрослые стали, чтобы квартиру не давать, если кто отмучался, их просто убирали, понимаешь? Жуть. Да. Дальше. Я написал письмо, удалось, ну так получилось, что у меня деньги были, мне там вот этот, я тебе говорю, Вова Литвин дал, он получал пенсию, он мне дал две с половиной пищи, нас, когда поняли, что я дурак, нас выпустили на улицу, они поняли, что типа я не оплачен, уже не копаю под них, ничего, понимаешь? Я заплатил две с половиной тысячи человеку там одному, написал письмо, а тогда, если я не ошибаюсь, министр здравоохранения социального развития был Журабов, помнишь такого человека? Помню, да. Вот, я написал письмо туда, расписал все досконально, там на 10 листах, все четко, все, просто все расписал. Приехала комиссия оттуда, сразу же, вот, они как-то узнали, что едет комиссия в министерство, так что вы меня там не найти, так как и что выяснилось, оказывается, я там необоснованно находился, не по закону, я не был лишен, не недееспособный, я дееспособный был, ну, в общем, они ничего не успели сделать, они только меня успели запихнуть под замок, чтобы никто не нашел, надеясь на то, что я стану дорогом, и там или несчастный случай, или что угодно, ой, вы знаете, вы тут необоснованно находитесь, ошибочка вышла, мы столько лет вас тут продержали, все, мы вас выпускаем, сделали так вид, что я их прощаю, и все расходимся, понимаешь, как только не тут как только меня выпустили, дали паспорт, они мне сразу дали квартиру, чтобы я не требовал, чтобы я типа к ним добрый был, понимаешь, Виталий, но эту квартиру у меня в течение трех месяцев отжали, просто отжали, понимаешь, ну, как и у всех детей-сирот, и потом я понял это дело, если этим ребятам не помочь, их гноят, и тут эта коррупция будет процветать постоянно и всегда, что я делаю, я уезжаю в Москву, у меня на руках только паспорт, денег ноль, попутками поехал, приехал в Москву, меня познакомили, есть такой, есть такая организация, была, движение, движение закрывать человека Лев Пономарёв, я ему рассказал историю, он меня взял к себе на работу просто экспертом, и после этого я начал ездить по регионам, понимаешь, Виталий, то есть я эту схему изнутри знал, как от детей избавляются, как их лишают дееспособности, как их помещают в психушке, кому отходят квартиры, кто состоит в схеме, в схеме губернатор, министр здравоохранения области, вот это, худая Дмитрий Васильевич соцзащита, полиция, прокуратура, МВД, понимаешь, психиаторы, директора детских домов, и когда я начал работать у этого Пономарёва, я взялся за эту область по полной программе, я обеспечивал туда человек и закон, я обеспечивал туда Малахова, я организовал следственные органы, проверку, понимаешь, я там такой шухер, но я наводил шухер на то время, когда я был в Москве, если бы я на то время был бы в Белороди, меня было бы не было, и то на меня было пять покушений, три уголовных дела, понимаешь, то есть, хотели меня достать, но, слава Богу, не достали, мне удалось убрать должности первого заместителя губернатора это Худаев, это самый первый вор, через которого проходили бюджетные деньги квартиры, второго мне удалось убрать, это Дедмос и Василий Захарович, через которого тоже проходили по социальным делам квартиры и вся помощь на детей-сирот, прокурора области удалось снять, студии области удалось снять, начальника МВД области удалось снять, понимаешь, это какая работа, я тогда еще не был никем, я только начал работать движение за права человека, то есть, ну да, потом я начал привозить по педофилам, ты помнишь, я тебе рассказывал, да, по Кирову, когда там насиловали детей, я ездил в Иваново, Владимир, ну Белгород, само собой, Воронеж, Иркутск, Алтай, Новосибирск, Тула, Саратов, Нижний Новгород, Великий Новгород, 35 регионов мне удалось проехать, там от насилия до помещений детей в психушке, а та схема, которая была в Белгороде, она работала одинаково по всем регионам, понимаешь, и потом я выяснил, оказывается, Москва на каждый регион, ну вот допустим, выпускаются там 300 детей-сирот в Белгородской области, 200 в Иркутске, 500 в Новосибирске, схема одна, губернаторы вызывают директоров детских домов к себе в кабинет, принуждают их на детей, на тех, кто выпускает писать плохие характеристики, психиатры на детей ставят. Алло, Роман, телефон сел, мы продолжить можем? Можем продолжить. Там склеить возможно? Ну я склею все это, можно будет. Да, потом детей, психиатры ставят детям диагнозы, суды по системам детей признают недееспособные, заметь, не приглашая детей в суд, просто не приглашая в суд, заочно. Так можно не пригласить человека. Это если человек преступление сделал, то его там можно судить. А детей за что судить? Они ничего не сделали. Они не виноваты, что они попали в детский дом. Они не виноваты, что такое ублюдочное государство такие вещи на них делает. Ну правильно? Конечно. Я слушаю, слушаю. Да. потом а уже милиция по решению суда детей направляет в психушке и уже на пожизненно. А те средства в тех или иных регионах оседают у губернаторов в карманах. А уже губернаторы засылают долю туда, где они прикрывают их от проверок. Понимаешь? Ясно. Вот такая схема по всей России и работает. Они могут только процента 3-8 процентов выдать жилье для чего? Чтобы незаметно было, что воруются деньги в особо крутом размере. Понимаешь? А 92% недополучают или в психушку их сажают, или заводят дела уголовные и их сажают в тюрьму. Понимаешь? Или срок давности. Дети не всегда знают законные права, где очередь, как стать, какие документы собрать. Понимаешь? Ну, там разные моменты. Когда я это все выяснил, когда я это все понял, а я почему к Пономареву пошел? Я с детства мечтал создать фонд. Ну, я не понимал, что такое благотворительность, как с этим работать. И как это будет, будет ли это работать у меня. Понимаешь? Но мне чем этот Пономарев не понравился? Когда я ему привозил дела по разным городам, я рисковал жизнью конкретно, были взятки. До 120 миллионов, если посчитать, все взятки по всем городам, были такие большие. Я ни разу ни копейки не взял. А Пономарев, вместо того, чтобы помогать этим ребятам, у ребят потом начали появляться проблемы. Я появляться проблемы. Оказывается, этот товарищ Пономарев, я надеялся, что я приложу ему материал, он реально помогает детям, а он эти же материалы сливал тем же губернаторам, понимаешь? Я как отписка, что? Нет, не отписка, ты не понял. Он договорился с губернаторами, с властями, он говорит, у меня на вас материал, или внесите пожертвования в нашу организацию, или вы сядете. И соответственно, они вносили пожертвования, а те в замен пожертвования получали материалы, которые я привозил, понимаешь? И этот Пономарев эти материалы сливал им. Они уже видят, кто на них жалуется, они этих детей душили, давили и запугивали, понимаешь? Ты систему понял, Итали? Понял, кошмар какой-то. Да, просто Пономарев отдавал материалы тем, на кого приходили жалобы. Их надо было на Первый канал отправлять, президенту, уполномоченному по правам человека, следственные органы. Я-то думал, Пономарев же меня убеждал, и он же я по правам детей, по правам человека, я, конечно, мы разнесем этих всех чиновников, а на самом деле он с них брал деньги и эти материалы им возвращал, понимаешь? И потом я ему сказал, гнида, не вы, а ты, когда у меня была предпоследняя командировка в Киров, где насиловали детей, и когда он узнал, что я туда еду, он сказал, да ты что, губернатор, мой друг, не дай бог, там хоть кто-то, журналист или кто-то окажется, я тебя раздавлю. Я дурак, ты хочешь сказать, что я должен влезти интересы чиновника, где на его территории насилуют детей, и я в этом молчать должен? Я ему удостоверение в рожу, кинул в рожу, понимаешь? Я ему плюнул даже в рожу, и ушел с поднятой головой. Ну что характерно, этому Пономареву приходили за границы какие-то в Германии, в Швейцарии, еще с каких-то стран, и заносили ему конверты. Что за конверты, что там было, за что ему заносили, знать не могу, понимаешь? Ну понятно, что эта сука продажная была всегда, понимаешь? он только вид создавал, что он оппозиционер, а он ни хера не оппозиционер, понимаешь, Виталий? Он просто работал за деньги на той или иной стороне. И потом я от него ушел, от него ушел. Я решил создать фонд, мне помогла Оксана, одна хорошая женщина, а она дочь одного генерала, генерал то ли он лейтенант, то ли генерал ФСБ центральный аппарат. Вот. Они помогли мне создать фонд, они подарили мне фонд, понимаешь? И после этого я начал как уже директор фонда ездить по регионам, городам, заниматься сбором информации, отбивать квартиры, я начал детям. Я много квартир смог отбить, потому что в разных городах то мертвые души детей записывали, то педофилия, то насилие, то отправка детей в психушке, то фабриковали дела, отправляли в жены, то запугивали, разные дела были. Но за то время, когда я уехал из Белгорода, это 2003-й город, где-то так, я так предполагаю, как минимум 3000 квартир по разным городам мы смогли вернуть сиротам, понимаешь? Вот. Потом вот это трудная война с Украиной, мы начали помогать беженцам, детям, старикам, кто с Украины, мы начали их привозить в Россию, обеспечивать их деньгами, продуктами, констоварами, постельным бельем, одеждой, медикаментом, и тем остальным. Вот. Ну я-то думал, что проблема закончилась, понимаешь? Ну я думал, что мы проблему подняли в 2000-м году, и все, я думал, чиновники осели, и все, больше они не будут беспредельничать в отношении детей. Потом я тяжело заболел, хроническая почечная недостаточность, но за то время, что у меня был фонд, у нас 30 детских домов подопечных, православные приюты, частные приюты, мы и продуктами, и оплачивали коммунальные услуги, и привозили вещи, и устраивали праздники, новогодние в том числе, и устраивали выпускные балы, то есть мы все делали для детей, взыскивались возможности, финансы, все, мы это все взыскивали и помогали людям. Потом я тяжело заболел хронической почечной недостаточностью, у меня трубка в животе. Я думал, что общество видит, что я помогаю детям, людям, вот, может как-то меня поддержит, никто не поддержал, по сути, я все своими силами лечусь, понимаешь, я обратил внимание, что в детских домах такой же беспредел происходит, такая же схема, так же насилие, так же отнимают жилье, так же детей помещают в психушке, вон, не так давно, только в Тамбуре 120 детей сирот поместили в психушке, а это, видимо, на них пришли квартиры, то есть деньги на квартиры, понимаешь? В Пензе, в самой Пензе, 420 квартир выделено якобы, а сироты ни один не получил, в Басмаково и то, как я тебе уже говорил, там коробки сделали из некачественного стройматериала, эти дома стоят максимум по 200 тысяч, а сирот доставили расписываться за 1,5-2 миллиона минимум, а в самой Пензе там 420 квартир за какое-то время должны были выделить, ничего не выделили, ко мне Татьяна, ты ее знаешь, да? Наталья, обратила, другие сироты просто боятся обращаться, потому что их сильно запугали, потом был в Армавире, потом сейчас из Саратова доходят сигналы, что там беспредел происходит с сиротами, жесткий беспредел, то есть все те схемы остались, и поэтому на сегодняшний день я решил, я принял решение, я хочу, во-первых, фонд будет работать, пока я живу, хоть я и болею тяжело, мы хотим, как я уже говорил, снять фильм о реальном положении детских домов того времени, того времени, с 96-го года, понимаешь? И с сегодняшнего времени ничего не изменилось, все еще хуже происходит, чем происходило с 96-го по 2014 год, понимаешь? Я хочу, чтобы общество видело, что с детьми происходит, насилие, издевательство, измывание над детьми, жилье отбирают, психушки помещают, в зоны сажают, полный беспредел, полный хаос в отношении детей сирот, полный. И в этом задействованы чиновники низкого звена, высокого звена, губернаторы, депутаты, ну, местные, я имею в виду, по регионам, директора детских домов, психиатры, судьи, полиция, МВД, все замешаны, понимаешь? А верхушка ничего делать не хочет. Да, там определенная верхушка, она это все крышует и получает откаты. И не позволяет, чтобы это выше, куда-то этот беспредел пошел, понимаешь, Виталий? Вот. Дальше. Я хочу создать в рамках фонда благотворительного, помимо того, что фильм мы хотим на всю страну снять, может, даже на весь мир, мы хотим создать общественный контроль, чтобы ты, я, адвокаты, благотворители, общественные деятели, независимые, правозащитники, чтобы имели доступ в детские, в приюты, в садики, чтобы они видели, как детей кормят, как их содержат, как их обучают, как с ними занимаются, бьют, не бьют, не издеваются, я хочу, чтобы общество это видело. Вот смотри, у нас доступ есть только к чиновникам, но чиновники, они же сами же с детьми такое и творят, понимаешь? Есть даже детские дома, детские дома в России, из которых детей сирот поставляют элитным, педофилам, есть клубы, клубы педофилов, где и чиновники, и силовые структуры замешаны, и бизнесмены, и политики, которые пользуются секс-услугами детей, понимаешь? Это никуда не делай. Даже верхушка, верхушка политиков тоже пользуется секс-услугами детей, это я уверяю, но это все надо проверять. Я знаю определенные фамилии, кто конкретно пользовался секс-услугами, но его в открытую я говорить не буду, пока я не пойму, что возьмется крупная проверка за все это, понимаешь? Вот. И поэтому мы хотим, чтобы общество, не политики, а общество имело доступ в датюль дома, чтобы там остановился беспредел раз и навсегда. Нужно перевернуть эту систему, наизнанку вывернуть ее. Но третье я хочу запустить горячую линию, колл-центр, посадить юристов на горячую линию, дать на первый канал рекламу, что вот есть фонд, который создал горячую линию. Наш проект будет называться «Скорая помощь детям-сиротам», чтобы дети-сироты могли позвонить, пожаловаться на изнасилование, на издевательство, на то, что их бьют, на то, что им там что-то не додают или как-то что-то с ними происходит, на то, что их хотят в психушку отправить вместо квартир, на то, что просто в отношении их происходит произвол. Но эта горячая линия будет работать не только в отношении детей-сирот, но она еще будет работать в отношении детей тех, которые находятся в семьях. Ведь домашнее насилие бывает тоже, правильно, Виталий? Согласен, конечно, да. Ну, также мы хотим в рамках этого проекта «Скорая помощь», чтобы детей трудоустраивать, чтобы психологи помогали детям адаптироваться в жизни, чтобы дети получали образование, чтобы дети не попадали туда, куда не нужно, чтобы они самостоятельно могли готовить, как-то, чтобы их научить в жизни, чтобы они были приспособлены к жизни. Но самая главная цель моя, чтобы те взрослые ребята, которые выходят из детских домов, чтобы у них была цель помогать меньшим ребятам, правильно? Конечно. Чтобы не прерывалась цепочка добра, никогда, чтобы не прерывалась. Я долго не проживу, по моим времени мне осталось мало, но то, что я прошел, те кошмары, те ады, этого я не передам никому. Это никто такое представить не может, то, что мне пришлось пережить, то, что мне пришлось пройти. Но я не сломался, я не сломался, когда мне в первую психушку запихнули, я не сломался, когда мне во вторую психушку запихнули, я не сломался, даже когда я тяжело заболел, хотя мне недолго осталось. Я поднялся, я встал, я встал на ноги, Я поднялся, я верующий человек, я верю в Бога, я с 8 лет хожу в храм, я родился в Рождество Богородицы, я создал фонд, я делаю добрые дела. Мы даже сейчас хотим 3-4 сентября 2020 года организовать в Москве колоссальный благотворительный концерт. Мы хотим пригласить Кузнецову, мы хотим пригласить политиков, которые отвечают за квартирные вопросы, понимаешь? Мы хотим пригласить меценатов, бизнесменов, артистов, тех же детей-сирот, которые в ущемлении жилье обязательно хотим пригласить, чтобы общество увидело этих ребят, у которых ущемлены права. Мы хотим на всю страну заявить о тех проблемах, о тех историях, о той жесткой жизни, которая сейчас есть у сирот. Они не защищены, они боятся общества, они не верят никому. Слава Богу, они в ней верят, потому что я реально приезжаю, я жизнь не рискую ради них. Я тебе честно скажу, я такой человек, что я не боюсь пойти на крест, не боюсь. Я не боюсь поставить свою жизнь на кон за тысячи жизней детей. Я это, это не слова, это не пустышка. Я это уже доказал. Не каждый человек мог бы подняться и как-то делать дела. То есть, какой бы человек, который прошел бы такие кошмары, он бы уже или повесился, или с ума сошел бы, или сдернулся. Согласен, тяжело очень. Я не знаю ни одного директора фонда в России, не знаю, который бы такие ады и кошмары прошел, который бы без денег 13 лет спасал бы детей, независимо ни от чего. У многих фондов есть особняки, дома, счета, все. У меня ни дома, ни особняка, ни машины. У меня, по сути, даже кнопочный телефон. Но я этого всего не стыжусь, потому что я знаю, что Господь видит всех нас. Туда не заберешь. Никто не заберет. И от возмездия никто не уйдет. Придет время такое. Придет время. Сейчас люди не хотят помогать, да? Но когда они со скоростью звука побегут помогать, это уже не нужно будет. Деньги будет бумажка. Богу уже это не нужно будет. Начнется расплата. Понимаешь? За все дела, за все грехи. Я не понимаю, куда правительство смотрит, как оно работает. 20 лет быть у руля и ни хрена не сделать. Депутаты ничего не сделали. Путин ничего не сделал. Министры ничего не сделали. Зато отжим денег идет, отжим квартир идет. Да, дети как мусор, дети как пыль, как мусор для чиновников. Понимаешь? Вот, Виталий, что я пережил. А теперь можешь... А, я вот что скажу. Так что, уважаемые друзья, господа, я уже привык, что помощи мне нет. Но я хочу, чтобы вы знали, что я бескорыстный. Я не гонюсь за властью. Я не гонюсь за то, чтобы меня на руках носили. Мне это не нужно. Я не гонюсь за колоссальными деньгами. Пока я живой, для меня честь добить ту тему, которую я начал. Просто добить. Просто отстоять интересы детей, чтобы опасность, та, что сейчас есть, чтобы ее просто не было. Ни при каких обстоятельствах. Никогда. Просто, чтобы ее не было. И я на это все свои силы кладу. И здоровье в том числе. Если я, Виталий, не представляешь, как мне вот это на уколах, на препаратах, на вот этом перитониальном диализе постоянно каждый день быть, по пять раз в день этот диализ делать. А когда я еду, как у меня в трансмировку, это так тяжело таскать за собой эти лекарства, таблетки, уколы, растворы, чтобы процедуры делать. Но, несмотря ни на что, я никогда не откажусь от своих дел, от детей, и от того, чтобы делать это добро. Я это делаю во спасение своей души в первую очередь. И ради детей в том числе. Я живу ради двух целей. Это ради Господа и ради детей. Все. Все блага земные меня не интересуют. Да, хотя надо купаться, мыться, кушать, одеваться. Я, слава Богу, Господь в самом элементарном не помогает. Но, чтобы сказать, у меня прям бешеные деньги, того нет. У меня, чтобы проект запустить, чтобы дети были защищены, чтобы дети были в безопасности, это надо порядком 20 миллионов рублей в год. Их нету. Я пока своими силами, но я долго не протяну. Но я не уверен, что придет на мое место такой же человек, который будет делать это, и даже может лучше и больше. Я не уверен. Поэтому я все-таки призываю всех неравнодушных, особенно у кого дети есть, все-таки поверить, все-таки откликнуться и помогать. Просто помогать. Помогать мне спасать людей, детей. Просто. Я не прошу конкретно каждого человека жизнью рисковать. Вы все видите, что я привожу материалы. Вы видите, что я это все выкладываю. Да, я не чиновник, я не политик. У меня нет влияния на чиновников. Но я привожу материалы, я выкладываю их где возможно. Это уже большая работа, согласись, Виталь. Да, согласен. Это очень тяжело. Это уже большая работа, чтобы общество знало о проблемах, о преступлениях против детей, о конкретных лиц, которые за этим стоят. Это уже большое дело. А если мы сейчас делаем мероприятие, мы взорвем эту публику, мы взорвем этих чиновников и будут посадки. Я добьюсь этого. Я добьюсь сильнейших крупных проверок. Я добьюсь этих посадок. Я добьюсь, чтобы дети были для беспредельщиков неприкасаемые. Это моя мечта, чтобы дети были неприкасаемые для тех, кто на них зарабатывает. Понимаешь? Нужны честные люди у власти. Нужны честные люди у государства. А ну-ка, смотри. Что это за государство, когда каждый четверг приходится людям сбрасывать на того или иного ребенка лечение, когда у государства миллиарды в копилках лежат. Вы правильно? Да, правильно. Что это за государство, что люди по 8 тысяч в пенсии получают, а депутаты по 800 тысяч зарплату получают и нихрена не делают. И мало того, что у них еще у каждого свои фонды, у каждого свой бизнес, у каждого свое дело. Это что? Это куда родится такое? Это что за президент, который только говорит по телевизору, а на его слова все плевать готовы, все плевать хотели. Как унижали детей, как насилировали, как отправляли их в дурдома, как зарабатывали на них денег, так и зарабатывают. Что получается? Путин номинальная кукла, только на экране, а в реале он ничего не может. А как еще? Что еще можно сказать? Почему, когда было голосование за Конституцию, почему не учли интересы декорсов? Почему? Почему не учли, как сделать так, чтобы они получали квартиры, чтобы эти же заучно дурачками. Почему нет каких-то законов защиты детей. Да, есть о гарантиях прав детей и сирот. Какие-то номинальные законы, но они не работают. Если бы они работали, наверное, по чиновнике, так вы не делали, правильно? Да. Так они будут делать, если их верхушка покрывает по всем вариантам, просто по всем Вот, Виталь, вот такое я и пережил. Теперь можешь вопросы задавать, какие у тебя есть. Честно сказать, я даже не знаю, что спросить-то. Ну тогда, мои друзья, господа, с вами был президент фонда Добров пути. Еще раз повторю, мне осталось недолго. Если вам не безразлична судьба детей, если вы верующие люди, если вы стремитесь попасть в рай, а не в ад, я прошу вас поддержать нашу деятельность. Я не прошу, есть фонды, которые кормят детей, есть фонды, которые лечат детей, но я вас уверяю, нет фондов, которые бы рисковали жизнью ради детей, которые прошли бы кошмары ради детей, то, что прошел я. Нету таких фондов. Так вот, если бы я не занимался такими делами, да, Виталь, если бы я был параллельный человек какой-нибудь, для меня бы за честь было поддержать вот такого директора фонда, который рискует своей жизнью башкой, рискует за детей, без сожаления, без оглядки. Я же говорю, сколько я уголовных дел пережил, сколько я покушений пережил, но я не сломался, ни перед какими жесткими вещами. Я понимаю, что это нечистая сила все делает, пытается меня свернуть, сломать, но я никогда не сойду с дистанции, я буду идти по прямой, я буду идти только за Господом Богом, и я буду помогать людям даже на последнем дыхании, на последнем вздохе. Ну и самое главное, я хочу сказать, хотя Господа никогда не предам. Пусть эти слова как угодно кто воспринимает, мне плевать. Я верующий человек, я делаю то, что мне на сердце указывает Господь Бог. Я его слышу и телом, и душой, вот и все. С вами был президент фонда Добавок Петей Степанов Роман Васильевич. Пока, Виталий. Спасибо тебе, Роман.